с тех пор друзья как мы обнаружили эту ферму нон-профитную где помогают людям вернуться к жизни тем кто бездомный вот мы каждый раз когда приезжаем сюда на выходные приходим и пробавляемся либо клубничкой либо вот у нас гарик прораб там супругой ходит они здоровы по овощам морковку там горошек какой вот они там ходят а мы клубничкой так пробавляемся привыкли к клубничке нам говорят что сезон продлится до октября вот видите этот пакетик мы это и набрали этот на десятку вот 250 250 за корзиночку если больше чем две корзиночки и тут же вот я просто раз показывал хлеб раздают и хотя сейчас уже четыре часа и тут закрывается лавочка они до четырех вот тут еще осталось сколько-то хлебушка из местной бейкере но как-то мы поняли что мы небольшие хлебоеды мы воздерживаемся на грядке на грядке друзья чувствуешь себя человеком чувствуешь себя единение свое с древним миром когда человек сельскохозяйственным трудом зарабатывал на жизнь никто тогда не тестировал и даже не программировал хотя жили люди праведно вот скажи гарик ты чувствуешь вот что такое корни вот как вот илья муромец или там другой богатырь как его какой-нибудь татарин жах поколение в землю а у нас земли родной набрал силы ну история немножко другая чувак ни херен делал лежал на печке 33 года до конечно мы должны за это были по башке жахтут это как закон природы но ведь насколько ты знаешь насколько привлекательная история это и вот эти вот три сына были два козлы полные они работали два сына один футболист один ничего не делал и вот он то у меня всех оказался это это хорошо но вот мы подожди а вот продолжение как чувак ездил на печке то тоже ни херен делал сидел сидел так взял на печку сел поехал и принцессу завоевал завоевал это странная мораль у этой сказки наши дети не должны такие сказки можно сказать что это как стартап да значит езда на печи это стартап он прямо на печи в паблик и вышел в паблик да ну хорошо вот я смотрю у тебя тут вот я взял завтра пойдем на базар на другой так на фармерс-маркет до купим огурцов и засолим с шикарным закусом ирка делает огурцы засаливает без воды только чеснок дил укроп и соль в целлофановый пакет без воды без воды по вода откуда об огурцы начинает выделять сок он перемешивается с чесноком с укропом получается малосольные огурцы как мы покупали в москве у бабушки на базаре у тебя малогидратные такие я притаскиваю на работу народ до сих пор не понимает что это такое в восторге люди а есть что запить то да я делаю хреновуху что за есть есть я беру хорс редиш хреновуху мед не редисочку хорс редиш это хрен хрен мед лимонный сок водку так три дня настаиваю хрен надо будет потерять на терочке но это отдельный разговор и получается совершенно уникальная водка который называется хреновуха я принес на работу американцы просто балдеет для пошел как сивукой пахнет за пошел как васаби свежий да так игрой народ не верит что можно из хрена сделать шикарную водку я всем доказал теперь только мне говорят что принесли да принесли огурчики тоже огурчики это как бы закусон так вы это хорошо для мобильных приложений или под windows тоже так можно это можно сделать как битвин macrosoft да оракал но еще пару назвит компании огромных которые не знают что такое соленые огурцы с водкой настояна на хреновуха если бы больше компании об этом знали то может быть что-то изменилось бы в мире технологий я в компании теперь каждый четверг после четырех спускаемся на нашу кухню я разливаю специально купили рюмочки маленькие так и угощают народ денег не берут на халяву поют нон-профит просто вот как вот эта ферма которая возвращает к жизни бездомных представляет а ты возвращаешь к жизни оторвавшихся от нее от этих компьютерных нердов да и они не понимают как можно из обыкновенной водки обыкновенная американская водка которая практически неважно можно пить я из нее делал уникальный напиток из хрена уникальный напиток из перца и уникальный напиток из грэнбери 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 клюковка ну что же гарик я думаю что многие наши зрители несколько рецептов уже уловили и рецепт отдельный разговор ну между делом ты же упомянул поэтому так что я думаю что мы поблагодарим тебя от имени нашей общественности которая теперь вот этот хор средишь хрен который бывает разным потому что разный мед если мед дорогой и более вкусный получается вообще вкуснейший водка если мед не очень вкусно получается вкусная на лифте сражения кисты уже мед может быть уже не нужен этот хор средишь нет так это принцип как раз сайте вместе да ну ладно идем дальше идем дальше